Что такое Духи Земли, Воды? Ну всё, что вокруг вас существует, вся полученная природа, оно кем-то обслуживается. Если вы живёте в городе, то вокруг вас есть технические системы. Эти технические системы постоянно обслуживаются. То есть не означает, что рядом с каждым кабелем стоит электрика, а рядом с каждой трубой стоит сантехник. Но есть службы, как ремонтники, так и инженерные службы, которые постоянно это обслуживают, для того, чтобы эта труба не сгнила, не сломалась. Если сломалась, то починилась, если этот провод порвался, сгорел, чтобы его заменили. Также и в природе существуют сущности, которые живут в каждой системе. То есть это их поле для развития и, скажем, работа, зона обслуживания. То есть есть сущности, если вы выходите в водоём, на нём живут сущности воды. На сущности воды они по своей структуре, по своей природе, по своему энергетическому качеству соответствуют энергии воды. И, соответственно, они поддерживают эту систему, очищают её, заряжают её. То есть они являются посредниками, они эту энергию могут принимать из какого-то источника. Они обслуживают ту систему, в которой они живут. Это же касается и духов, которые живут в земле, и духов, которые живут на растениях, на деревьях. И когда вас однажды, я думаю, что однажды откроется астральное зрение, и вы начнёте эти существ видеть. С ними можно общаться, они могут помогать вам, они могут вас лечить, они могут вам давать информацию. Есть такой известный факт в магии, когда маг, работающий с духами природы, например, прорасивает семечки. Говорят, что семечки от яблока сажаются в землю, и с помощью духов природы это дерево прорастает в течение минуты. В течение минуты вы можете вырасти дерево, положим, до полметра, до метра высотой, за минуту или за три минуты. То есть процесс, на котором уходит год, год, например, или ещё больше времени, происходит у вас на глазах. То есть духи эти вещи могут сделать, они обслуживают эти системы, у них доступ к источникам. То есть многие процессы, которые происходят в природе медленно, могут ускорить. Естественно, у них есть полномочия и возможности определённые. То есть на каждом клочке территории, которая существует в природе, там будет кусок скалы, яма, пропасть, горный ручей, я не знаю, что там ещё может, озеро, океан, живут эти сущности, они соответствуют стихии. То есть если, предположим, жирного вулкана, то там живут сущности Земли, которые работают именно с этими энергиями. Эти магии этих сущностей видят, например, космосенцы магии этих сущностей видят. Есть сущности, которые живут, например, вокруг оболочек планет, есть сущности, которые живут вокруг Солнца. В Солнце есть собственное божество, которое занимается энергией, то есть материальной оболочкой Солнца. А есть божество, которое, скажем так, это Солнце обслуживает, которое является как бы матрицей. Вокруг Солнца тоже живут живые существа, с ними тоже можно общаться. То есть это сущности огня. Соответственно, рядом с каждой стихией живут эти сущности. Вплоть до того, что между, например, Землёй и Невом есть пространство некое. Там тоже живут определённые сущности. Если это пространство не нарушается, то сущностей там много. Есть сущности, которые живут на облаках, например, во всех слоях, начиная от Земли как вниз, так и вверх, живут эти живые существа. С ними можно общаться. Это природные сущности, они по уровню развития вообще выше человека. Была такая интересная информация. Один из так называемых славянских святых, но который на самом деле не был крестьянским, церковным святым. После смерти он превратился в стихийного духа. Я не помню, духа воздуха или кого-то ещё. Он обслуживал эти системы. Возможности у этих духов достаточно большие. Есть сущности, которые являются светлые, есть, которые являются демонические. Демонические, например, те, кто обслуживает смерчи, например, штормы. Этим занимаются демонические сущности. То есть, когда приходит время что-то разрушать, то даётся пространство для этих сущностей. Они начинают раскручивать энергии и запускать эти процессы. Соответственно, по тому, как они действуют, можно их судить. Но за исключением молний, и, скажем, обычной молнии, и шаровой молнии, в них не живут демонические существа. Например, шаровая молния, если вы про такую слышали, в ней тоже есть, в каждой шаровой молнии есть живое существо. Да, они живут очень недолго, но существуют как объект на теле. Но в каждой шаровой молнии есть живое существо. Как бы сказали бы, ведисты, там, перунницы, там есть живое существо, которое в нём живёт, и эту шаровую молнию обслуживает. То есть, и с ней можно общаться. Вплоть до того, что с ней можно мысленно общаться, и путём договора можно попросить её уйти с той или иной области. То есть, если вы серьёзный человек, то есть, если вы маг, то с ней можно договориться. Она прекрасно вас понимает, исходя из своего мировоззрения, может с вами сотрудничать, либо не сотрудничать. Поэтому, когда мы что-то начинаем техногенное строить, мы, конечно, уничтожаем пространство для обитания этих сущностей. То есть, мир становится более, скажем так, покорёженным. То есть, система, в которой нам тяжело выживать. Биосфера уничтожается, и сущности могут уходить. То есть, например, если вы зальёте всё бетоном, то есть, для сущностей земли уже существовать негде. То есть, они либо уйдут под землю, если они живут в этой среде, либо они уйдут на какой-то естественный участок. Вот в тот момент, как только вы на земле создаете какую-то микрофлору, то есть, вы сад посадили, насыпали земли, посадили деревья, там появятся эти сущности. Не сразу, не так будет много. Каждое дерево, очень интересно, про это в своё время рассказывает Елена, она тончу эти вещи видит. На каждом дереве, на каждой травинке живут сущности, для которых это дерево ещё и дом. То есть, ну, не как белочки, которые в губле живут, но что-то подобное. На своём плане, на свои частотные характеристики живут эти живые существа. То есть, этот мир этими существами наполнен. Многие люди думают, что они одни. Только они включаются астральные зрения, они понимают, что этот мир, как сильно забитый рынок. Той разницы, что живые с природной сущности, они в этом рынке очень гармонично движутся и не нарушают законы, которые, к сожалению, зачастую нарушают человека. Благодарю, Григорий. Технически это выглядит так. Просто представьте, что любой предмет природы — это чьё-то тело. Это выглядит, да, как земля, или как озеро, или как дерево, или как цветочек. Но это тело определённого живого существа. Даже маленькая песчина, это отдельное тело для мажевого существа. Отдельно хочу рассказать для мусорящих и уничтожающих природу. Представьте себе, что вы живёте в своём небольшом городке. Затем прилетели инопланетяне на своих космических кораблях. И вместо того, чтобы какать в свои туалеты на космических кораблях, они открыли люки и, так скажем, делают свои большие и маленькие дела, пролетая над вашим городом. И прикалываются при этом. И говорят, вот какие неразвитые существа, ну чё нам не накакать им на голову? И вы с утра просыпаетесь, и у вас обкакано всё. Дома, машины, ваши лица, ваши головы. Это то же самое, когда вы бросаете бумажки на природе. То есть это всё равно, что инопланетянин из летающей тарелки, извините за выражение, насрал вам на голову. Просто когда вы прогуливались по парку, так скажем. И что делать? Ну, есть, да, вы можете пожаловаться, и духи природы жалуются на вас. И как наводится порядок? Вам кажется, что вы бросили бумажку на природе или загадили речку с океаном, или пластик побросали в то же море. В море сейчас купаться невозможно. Мы ездим последние годы, это какой-то кошмар просто. Ты купаешься среди металлических банок, каких-то зажигалок, затычек тампаксов и свечек. И вам кажется, что ничего не произойдёт, но это не так. Здесь на Земле есть такой период, в течение которого ничего с вами не произойдёт, а потом произойдёт. Потом будут произойти разные события в вашей жизни, и вы никак их не свяжетесь с тем, что вы нагадили, извините за выражение, на природе. Или есть возможность пройти по тропинке. Нет, надо бежать под кустом и давить цветы. Я иногда наблюдаю сцену, бегают два финских школьника, но у них процветает иногда вседозволенность, что очень плохо. На клумбе с цветами и топчут тюльпаны, и повизгивают, и прикольно им, и таскают друг друга за волосы на этой клумбе. И родители стоят рядом и умиляются. Ну, поумилялись, да, тюльпаны теперь не растут. Но вы думаете, с этими ребятами ничего не произошло? Это не так. У ребят, скорее всего, изменилась судьба, и далеко не в лучшую сторону. Это я к тому, кто любит, извините за выражение, гадить, по-другому это не назвать на природе или разрушать окружающее пространство, не понимая, что это тело чьих-то живых существ, то не надеетесь, что когда вы поёте в лес или в горы куда-то, эти духи природы вас полечат, восстановят и помогут вам выглядеть моложе, счастливее и лучше. Есть старая фантастика у Стругацких книг на обочине. Там приблизительно вот то, что Скалолина описывается, как прилетела типа цивилизация, погадила, и там вокруг этой зоны начинают твориться странные вещи. Но природа там уже не стала, а творится непонятно что. Вот немножко похоже на действие человека. С той разницей, что то, что оставалось после этих существ, иногда имело положительный эффект, а после присутствия человека, который летит во себя как свинья, в общем-то, идёт только в основном разрушение природы, и на которые природа тратит ресурсы, чтобы восстановиться.